здравствуйте с вами канал вкусный огород барнаул вечер в начале июля наконец-то закончились дожди уж не знаю надолго ли и вот воспользовавшись случаем я вышел прогуляться по участку и хочу показать вам мою картошку большого количества картошки мы не выращиваем здесь что-то около 60 кустиков несколько сортов сорта довольно сильно отличаются друг от друга я уже упоминал об этом вот например адрета какая высокорослая дальше чуть пониже балтик роуз императрица ну а дальше средненько сорт тулейский все сорта неплохие но сейчас хочу поговорить не об этом последние года огородники очень часто сталкиваются с проблемой при выращивании картошки а именно с колорадским жуком не знаю как в других регионах в нашей местности он распространен очень широко и мой участок не исключение каждый сезон в зависимости от погодных условий колорадский жук появляется иногда в большем количестве иногда в меньшем количестве но не было сезона когда бы его не было на картошке поскольку много лет химии на участке никакой не применяю тем более картошки очень немного ну вот вся собственно картошка хожу мимо нее целый день туда-сюда поэтому постоянно слежу за тем чтобы не было жуков вот к началу июля жуков уже на картошке не попадается собираю их вручную и ликвидирую очень безжалостно поскольку это очень опасный и неприятный вредитель и вот сейчас остались только кое-где личинки как я не пытался их все собрать ну надо заметить их не так уж и много но может быть собрал всего штук 20 за все время то одна попадется то две где-то несмотря на то что жуков вроде бы тоже ловил тоже примерно столько же было поймано но все равно кое-где видимо не отложили яйца и все-таки личинки вылупились и вот сегодня не смотрел сейчас вечером подошел и вот вижу еще личинки кое-где есть вот она каждый огородник знает наверное что это такое ну тут уж делать нечего собираю их вручную вот одна личинка вот вторая сейчас еще пройдусь по всем остальным кустам посмотрю и вот таким образом я борюсь с колорадским жуком повторюсь картошки немного и больших проблем это не составляет а вот у кого картошки несколько соток а может быть и 20 и 30 соток бывает в деревнях люди выращивают картошки вот там я не знаю как они борются с этой заразой а сейчас хочу обратить ваше внимание на один интересный момент недавно я встречался с друзьями огородниками у них тоже дачный участок тоже выращивают картошку и вот им надоело вот так как я собирать жуков собирать личинок ну хотя их и не очень много но все равно это неприятно и вот они приобрели одно новомодное средство против этого дела дескать картошку как-то они там замачивали на некоторое время клубни перед посадкой в этом составе я не буду называть чтобы не порочить производителей ну как-то каждый сам может решить пользоваться этим или нет и вот они начали радоваться что жука не будет личинок не будет и этой проблемы не будет и вот буквально вчера я разговорился с этими огородниками и у меня спросили дескать у тебя жуки так как на картошке есть я ну есть куда деваться то собрал там сколько-то штук штук 20 или не знаю сколько ну вроде бы не очень много это же не за один раз так идешь штучки 2 найдешь и ты знаешь они с таким возмущением и с обидой а у нас горит тоже жуки горит есть и личинки горит вот уже тоже кое-где вылупляются игру но что уж в этом удивительно а мы же говорит обрабатывали специальным составом там было гарантировано нам что этого не будет что очень надежное средство ну я конечно и тогда их отговаривать не стал каждый имеет свою голову на плечах я сказал что этими вещами не пользуюсь а вы решайте сами и вот они очень долго костерили производителей вот этого состава и пошли собирать жуков и личинок на свой участок не знаю может быть есть и хорошие средства но я очень сомневаюсь что они все безвредны как рекомендуют производители если уж колорадский жук не подходит картошки хотя все-таки выясняется он подходит и с удовольствием ей питается то я думаю о безвредности этих составов говорить сложно во всяком случае я отношусь к этому скептически и продолжаю обходиться самым простым способом тем более это не так уж и трудно собирать жуков и личинок вручную скоро это дело совсем прекратится и картошка будет расти нормально интересно узнать мнение огородников по поводу применения вот таких средств помогают ли они или не помогают но если кто-то в качестве рекламы будет пытаться что-то я не знаю нам рассказывать лучше не надо поскольку название попрошу не приводить этих разных средств чтобы не было каких-то но я не знаю инсинуации а вот просто насчет эффективности можно немного тему поднять я вот столкнулся с тем что средство не помогло во всяком случае конкретным моим друзьям огородникам к слову сказать на баклажанах в теплице так ни одного и не было и на помидорах в теплице тоже в конце пожелаю чтобы заразы было поменьше всем хороших урожаев всего самого доброго до свидания